Добрый день, коллеги! Меня зовут Мария Ефремова, я из Центра социокультурных исследований. Сегодня я вам представлю результаты исследований социально-психологического, которые посвящены изучению помогающего поведения, где рассматривается роль информации о причинах бедности при атрибуте ответственности. Пару слов о том, собственно говоря, какая происходит ситуация на сегодняшний день. Отчасти перекликается с предыдущим докладом о том, что на фоне общего возрастания благосостояния людей экономическая и социальная нестабильность приводит к увеличению неравенства в обществе. И проблема бедности, как наиболее яркая черта неравенства, выходит на первый план и привлекает все больше внимания. Вместе с тем многочисленные исследования и отечественные, и зарубежные показывают, что большинство людей, живущих в благоприятных условиях, не стремятся помогать бедным. И, в общем-то, это достаточно непопулярно. В связи с этим, в общем-то, возникает закономерный вопрос, почему оказание помощи бедным не имеет широкого распространения в обществе. И здесь важно заметить, что отношение общества к бедности тесно связано с тем, как оцениваются причины бедности. Существующие в обществе негативные стереотипы о бедных, такие как представление о том, что бедным достаточно просто прикладывать достаточно больше усилий и больше работать, и тогда они исправят свое благосостояние. То есть объяснение причин бедности часто идет через индивидуалистические факторы, что способствует стигматизации, дискриминации бедных, исключения их из общества. И, конечно же, абсолютно негативно сказывается на помогающем поведении по отношению к этой категории людей. В нашей работе мы фокусируемся на процессе приписывания причин бедности, которые могут как способствовать оказанию помощи, так и препятствовать. И пару слов скажу о каком-то техническом бэкграунде, то, что приписывание ответственности за бедность основывается на теории атрибуции, и важно, что атрибут соответственности логически вытекает из приписанной причины о бедности. И в дальнейшем богатая теория атрибуции перетекла в исследование про атрибутивные процессы по отношению к бедным. И если мы говорим о том, как это можно обобщить, то атрибуции бедности чаще всего делятся в зависимости от локуса, то есть это внутренние диспозиционные причины и внешние ситуационные причины, и от степени контроля, когда это контролируемые, неконтролируемые события. Неконтролируемые мы можем отнести в фаталистические, такие как везение или же болезнь. Таким образом, приписывание внутренних причин бедности – это убеждение, что другие бедны из-за недостатка усиленных навыков или лени, в то время как приписывание внешних причин – это убеждение, что другие бедны из-за каких-либо системных факторов, таких как нехватка рабочих мест, качественное образование и прочее. В нашем исследовании мы взяли внутренние диспозиционные, внешние ситуационные причины бедности. Фаталистические они не такие четкие, и исследование с ними достаточно дает большой разброс. И важно отметить в качестве методологической новизны, которая в нашей работе принесена, то, что прошлое исследование атрибуции бедности являлись исключительно опросным методом, то есть предлагались утверждения о том, что бедность обусловлена отсутствует мотивация или ленью, и респондент предлагался ответить, проранжировать, что, в общем-то, вызывает некоторый вопрос, потому что топик достаточно чувствительный, и вопросы смещения социальной желательности здесь возникают. Соответственно, в этом исследовании мы попробовали эту проблему разрешить. несколько слов о связи, атрибуции бедности и помогающего поведения. Собственно говоря, несмотря на то, что эта связь, она была подтверждена, и что приписание ситуационных причин связано с представлением бедных как менее ответственных, и, соответственно, способствует более выраженному желанию оказать помощь, несмотря на имеющиеся результаты, важно отметить, что прошлые исследования не фокусируются исключительно на изучении помогающего поведения как намерения или готовности, или же атрибуции бедности рассматривались вообще с неповеденческими последствиями, то есть, например, как аффективные реакции, там, это имеется в виду гнев, злость и прочее, что, в общем-то, действительно впоследствии не способствует оказанию помощи. Таким образом, мы попробовали учесть этот факт, это ограничение в нашем эмпирическом исследовании, сделав экспериментальный дизайн, что позволяет получить более точную информацию о механизмах активации, помогающих поведения, нежели различные технологии самоотчета. Таким образом, цель нашего исследования было выявление и анализ различий в помогающем поведении в зависимости от информации о причине бедности и поиск подтверждения и уточнений выявленной ранней взаимосвязи и атрибуции причин бедности и приписанной ответственности за неблагополучие с помощью факторного опроса. Учитывая указанные мной прошлые ограничения и наши попытки их разрешить, задача стояла разработать методологию исследования помогающих поведения и протестировать взаимосвязь атрибуции причин бедности с помогающим поведением. Общая модель выглядит следующим образом. Мы рассматривали, как атрибуция ответственности внешне и внутренне выносится в зависимости от предъявленной информации о причине бедности и как это отражается на помогающем поведении. Гипотезы исследований, я не буду их все зачитывать за не менее времени, но, грубо говоря, это два блока. Первый про тестирование взаимосвязи причин бедности, известный уже, и ответственности приписывания. Единственный момент, что мы рассматриваем также ситуацию, когда нет информации о причине. Это, в общем-то, как контрольные условия. И также мы предполагаем, что помогающее поведение будет различаться в зависимости от приписываемой причины. Здесь более подробно, что при условии диспозиционной причины участники будут менее склонны осуществлять помогающее поведение, при институционной причине испытуемые будут более выраженно осуществлять помогающее поведение. При отсутствии информации о причине бедности будут в равной степени осуществлять помощь. Собственно говоря, дизайн исследования использовался факторный эксперимент, где был один фактор, тип информации главный о причине бедности, зависимые переменные выступали атрибуция и выраженность помогающего поведения. Исследование было проведено в Великобритании. Здесь, к сожалению, нет возможности более подробно описать контекст, но в основном это страна, в которой из высокоразвитых стран, которые лидируют по состоянию неравенства и особенно по росту неравенства в доходах, если говорить конкретно, на сегодняшний день это такие достаточно существенные цифры. Поэтому мы предположили, что это достаточно интересный регион для изучения, а также историческая стратификация, которая здесь проявляется, тоже имеет какие-то свои последствия, что важно для нашего исследования. В общий объем выборки вошло 475 человек, в среднем возрасте это было 34 года, 47% было мужчин, большинство имело высшее образование, 55% или не окончено выше, этнически это были англичане и работающие. Процедура исследования заключалась в том, что это было онлайн-исследование с помощью платной платформы за вознаграждение и длительность занимала 20 минут, при этом были включены контрольные вопросы, не отвечая на которые респондент не мог продолжать участие. И важный момент, что участники были социальным образом в три группы в зависимости от условия, то есть от предъявляемой информации, и вот внизу, собственно говоря, видно эти три типа информации, это как бы впоследствии как группы. Количество респондентов примерно одинаковое. Касательно измерительного инструментария и изучения атрибуций причин бедности, как я уже говорила, основной фактор – это тип информации о причине бедности, и мы изучали его с помощью факторного опроса и разработанных сценариев, которые были предварительно опробированы, валидизированы. Здесь, что важно, важно то, что это была ситуация единая по своей первой и последней части, то есть это было описание человека, которому изначально все было хорошо, а впоследствии что-то произошло, и дальше заключительная часть про то, что подтверждение того, что он действительно беден, и ему нужна помощь. Соответственно, для сценария с предъявлением о ситуационной причине бедности демонстрировалась информация, что шесть месяцев назад он попал под массовое сокращение, где диспозиционная причина показывалась информацией о том, что у героя были некоторые личностные характеристики, которые повлекли негативные последствия, он был уволен, и о том, что нет информации, просто было сказано, что он потерял работу. После предъявления этого сценария респондентам предлагалось ответить на вопрос, насколько Алекс, герой, несет ответственность за свою тяжелую материальную ситуацию, и значение последствий 1, 2, 3 это внешняя атрибуция, а 5, 6, 7, это скорее внутренняя атрибуция. Помогающее поведение мы разрабатывали, как я уже говорила, в экспериментальной методологии, и было важно использовать ту предъявленную информацию про этого нашего героя, поэтому мы использовали ультимативную игру «Диктатор», где предъявлялась информация о герое, попавшем в трудное экономическое положение, и предлагалось распределить средства между собой и им. Соответственно, помогающее поведение оценивалось на основании суммы фунтов в данном случае, которую респондент или игрок-диктатор распределял между собой и получателем. Ниже вы видите инструкцию, и, в общем-то, не буду на ней подробно останавливаться, важно просто, что это было распределение средств. Также были социально-демографические переменные, достаточно обширные, на них не буду останавливаться подробно. Собственно говоря, два основных блока результатов было получено при тестировании о том, как выносится суждение об ответственности героя сценария за неблагополучие в зависимости от информации. Нами было получено значимый эффект предъявляемой информации о причине бедности. И вы видите, что все различия между группами, они значимы на уровне 001. Таким образом, можем сказать, что участники склонны делать более внутреннюю атрибуцию ответственности при диспозиционной причине бедности, чем при ситуации, когда нет информации. И в ситуационной причине бедности делается более внешняя атрибуция, чем когда нет информации. В дальнейшем я чуть подробнее расскажу, что это можно значить, что с этим делать. И второй блок, собственно говоря, непосредственно про помогающее поведение. нами был получен также значимый эффект предъявляемой информации о причине бедности на помогающее поведение. На слайде вы видите вот эти цифры. Это, собственно говоря, величина распределенных средств. И мы видим, что при предъявлении диспозиционной причины наименьшее количество средств было распределено участнику сценария. То есть в меньшей степени респонденты предпочитали оказывать помощь, когда была диспозиционная причина бедности в сравнении с тем, когда не было информации или же когда была ситуационная причина бедности. При предъявлении ситуационной причины бедности мы видим, что величина пожертвований существенно возрастает. Она наиболее высокая. И важно отметить, что когда нет информации о причине бедности, респонденты в равной мере оказывали помощь. Это, в общем-то, достаточно интересно в равной мере, так же, как и когда ситуационная причина бедности оказывали помощь. В общем, к этому я тоже вернусь. Подводя итоги, собственно говоря, что нам удалось с этим исследованием показать и обнаружить? То, что подтвержден и уточнен выявленный ранее механизм приписывания ответственности за бедность. И, в общем-то, здесь очень интересно то, что с помощью факторного опроса удалось подтвердить ранее выявленную закономерность вынесения атрибутивных суждений. Также уточнением явилось то, что при отсутствии информации о причине бедности участники в равной степени делали как внутренний, так и внешний атрибут соответственности, что говорит нам о том, что роль информации крайне важна в атрибутивном процессе. И переходя к результатам о помогающем поведении, действительно, помогающее поведение выражено в большей степени, когда бедность воспринимается как неподдающийся контролю и бедный менее ответственный за свое положение, чем когда бедность воспринимается как личная ответственность. Это перекликается с прошлыми исследованиями о том, что люди предпочитают оказывать помощь тем, кто не несет ответственность за свое неблагополучие и вместе с тем подкрепляет с использованием новой методологии. Тот факт, что обращает на себя внимание такой результат, что когда предъявлялся диспозиционные причины бедности, респонденты все же распределяли средства герою в размере Фетверти, и мы можем сказать, что возможно, как объяснение то, что здесь влияет эффект предъявления имени получателя, потому что сценарий был обозначен, потому что исследование показывает, что предъявление имени уменьшает социальную дистанцию между распределителем и получателем и, естественно, способствует увеличению распределяемых средств. Это как одно из возможных объяснений именно в методологии экономических игр. И последний, в общем-то, результат про то, что респонденты были склонны в одинаковом мере оказывать помощь, когда нет информации о причине бедности, когда причина бедности воспринимается как внешняя. здесь, как я уже сказала, достаточно интересный результат, потому что он, по сути дела, не ложится в теорию атрибуции. И что здесь мы думаем на этот счет? Ну, во-первых, важно отметить, что среднее значение атрибуции ответственности, там, где не было информации, она была ближе к внешней, то есть, по сути дела, когда не было информации о причине, люди расценивали, что человек, в общем-то, не несет ответственность за свою бедность и решали оказать помощь. Почему же? Да, здесь важен контекст и сами респонденты, безусловно. Я очень кратко скажу о том, что большинство из них придерживаются либеральных взглядов, что, в общем-то, способствует выбору ситуационных причин бедности и вообще в целом фокус идет не на причин бедности как не на личности, а на внешнюю ситуацию. И это подтверждено прошлыми исследованиями и впоследствии это способствует социальному поведению. А также то, что, несмотря на представленность разных классов, преимущественно выборка принадлежала к низшему социальному классу и, как известно из ряда исследований, люди из низших классов, они более щедры и больше участвуют в благотворительности по отношению к другим по сравнению с людьми из более высокого социального класса. В общем-то, это основные результаты, но и ограничениями является тот факт, что у нас недостаточно было сбалансировано по доходу социальному классу региону выборка, то есть не все представлено в равной мере. И в качестве направлений будущих исследований тот факт, что мы получили результат, что информация о причине бедности, точнее вот ее отсутствие, да, в сравнении с ситуациями, когда она есть, эти различия получены. наталкивают нас на мысль о том, что скорее всего при отсутствии информации возникает у человека возникает больше фокус на собственных представлениях и каких-либо личностных чертах, соответственно, включение индивидуальных личностных особенностей и представлений может помочь глубже понять природу взаимосвязи, вынесения суждений об ответственности за бедность и проследить ее роль в помогающем поведении. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Мария. за внимание. Спасибо. Продолжение следует...